друзья привет сегодня наверно впервые в запланированном прямом эфире запланировала правда его за час но я все-таки опубликовала в профиле фотореференс по которому буду рисовать и прям так раз и запланировано вышло мне обычно это спонтанная редко но вот сегодня так и сегодня впервые на арене как я ответила свете я рисую гуашью я никогда в жизни еще в эфире не рисовала гуашью и собственно гуашь я работаю относительно недавно но так как многим понравился пейзаж я обещала его сегодня не сегодня вообще нарисовать и поэтому время пришло пейзаж фотореференс по которым я буду работать выложила в профиль я так секундочку звук забыла выключить я его потом удалю с профиля но оставлю в в в секунду но оставлю stories в общем для вас скажите пожалуйста вот такая ориентация она нормальная ли мне все-таки сделать как я раньше делала вот такую книжную не альбом на мне просто кажется что так будет удобнее поскольку тогда вмещается и палитра и вмещается лист мне кажется так будет удобнее скажите пожалуйста напишите как я пока расскажу я рисую в скетчбуке но сегодня не буду в нем рисовать потому что такой уже сюжет у меня есть и вообще не люблю честно говоря повторяться но так как обещала этот показать сюжет а он действительно очень очень простой гуашью он рисуется просто на раз два я буду рисовать на листе а вообще у меня вот такой вот скетчбук это скетчбук свиткой от шоп производитель из госзнаковской бумаги то есть понимаете ничего в нем такого особого тут написано хочу написано 24 акварельная бумага 200 грамм на квадратный метр на самом деле производителя я спрашивала это обычный госзнак то есть вот как у нас рыбачка папки так вот эта бумага передвинуть можно телефон если что да все тогда так и буду сегодня рисовать в общем я решила в нем рисовать потому что это удобно потом получается книжку которую можно полистать потому что у меня такие рисунки не на продажу вопрос там ради удовольствия собственно 1 мой пейзажи который гуаши рисовала здесь у меня такая экспериментальная работа с золотой гуашью видите как она тут блестит немножечко такая роза я здесь пыталась тоже такой эксперимент развести гуашь очень сильно водой такой акварельный эффект получился небольшой ну сама роза мне не нравится она получилась глухая а фон такой акварельный все-таки здесь я тоже экспериментировал в принципе у меня такой экспериментальный скетчбук здесь я рисовала подложку акварелью то есть вот этот вот фон деревьев там какая-то дымка это все акварелью а поверх я уже работала гуашью какой-то же разведенный здесь я особо не показывают работу такая темная работа получилась но это стопроцентная гуашь здесь тоже стопроцентная гуашь я сидел тут поковырялась немножечко в деталях получилось она такая не проработана не в моем стиле немножко я не люблю прорабатывать сильно мне не хватает терпения мне надо все по-быстрому но этот снегирь вы недавно видели я показывала его видео и на где им и в инстаграме короче грей на ю тубе а рисовать мы будем сегодня вот этот пейзаж я вам сейчас покажу как его быстро и легко можно гуашью нарисовать в принципе его быстро и акварелью нарисовать кто-то мне писал что сегодня будет рисовать акварелью но акварелью в чем сложность в том что вот этот вот на переднем плане дерево его придется либо высветлять как-то то есть выбирать кисточкой после фона потому что здесь фон прям просится цельным быть ну либо потом все-таки гуашевые какие-то всполохи добавлять также точно и траву здесь если гуашью буду как вот и сегодня рисовать рисую просто сначала фона потом какие-то белые вот эти и заиндивившие травинки это просто но акварель будет сложнее крыша дома то же самое та же самая история спасибо огромное за похвалу так вот смотрите это у меня правда вот честно первые мои пробы первая моя гуашь вот 7 10 я ее нарисовала поэтому я сама не ас в этом деле еще но так как я говорю даже не ожидала что понравился многим давайте я сегодня покажу как его легко и просто нарисовать лист я выбрала акварельный еще раз повторюсь для гуаши бумага не столь важно то есть в отличие от акварели она может вытерпеть мне кажется много чего поэтому я взяла лист акварельный который для акварели у меня не очень котируется эта бумага паул рубинс который собственно я люблю но я по ошибке взяла фактуру не среднее зерно крупная она вот может быть увидеть видите какая она вот такая вот прям в дырочку и мне она не понравилась в работе прям вообще я ее забраковала поэтому я хочу что сделать вот так вот переверну ее и наизнанке буду рисовать гуашью у нее очень хорошая плотность 300 грамм квадратный метр и поэтому я думаю гуашь будет на ней очень хорошо смотреться для чего малярным скотчем прикрепляю на самом деле это не акварель бумагу особо не ведет на посмотрите как классно смотрится вот эти рамочки все они прям такой как паспарту дают эффект поэтому я здесь буду рисовать тоже сейчас с этой рамочкой потом подпишу вот здесь у меня будет много свободного места это будет у меня такая новогодняя поздравительная открытка скотч обычный малярный использую сгузнак он плохо отдирается мне уже говорила чтобы скотч это драть хорошо нужно просто напросто нагреть его феном поэтому я вот так вот смело сейчас прикрепляю буду тоже делать квадратный формат там вот у меня в аккаунте на референции можно увидеть что на самом деле он там или я тоже до квадратом обрезал на самом деле это референс не квадратный был такой вот ориентации альбомной но я решила что в квадрате он посимпатичнее будет смотреться и поэтому и сейчас буду рисовать в квадрате плюс минус там по линейке уж не буду измерять конечно вот так вот будет так не скосить бы сейчас тут будет некрасиво у меня есть такая беда я могу линия горизонта куда не забрать или сделать несимметричный лаза будет ли запись эфира но я очень надеюсь что 100 грамм у нас не завредничает и позволит записать вообще всегда сохраняем на youtube выкладываю и в профиле так ну что смотрите что понадобится палитра понадобится я выбрала кисточки кисточки все синтетической синтетическими мне показалось очень удобно работать именно гуаши есть такая скошенная ее использую для фона там раз-два махнул все готово есть вот такие вот такая вот плоская из детского набора она шла в каких-то там раскрасках у моих детей я ее кончисковала и вот эти кисти недавно получила этой кисти с алиэкспресс какие-то не знаю с жученью что-то такое на них написано не знаю но они очень дешевые очень классные оказались их было пять штук наборе ими рисовать очень удобно и вот такие две тонюсенькие тоже из какого-то детского набора не знаю что это такое а это вот кировские кисти просто супер шикарная синтетика ей я рис и рисовала прошлый вот эти вот веточки тоненькие сегодня будет рисовать а гуашь у меня сегодня шикарная я вообще ее очень-очень хвалю прям я сравнивала с гуашью с детского у меня есть от луча я сравнивала с санетовской гуашью это просто вообще умопомрачительная гуашь я хотя и не проще в гуаше но по ощущениям она просто невероятная рисуешь ей и наслаждаешься могу вот так вот положить в принципе чтобы видно было что рисун хотя я сейчас сяду и мне будет самой неудобно посмотрим сразу открываю какие цвета понадобится белый он основа прямо снова из основ белый в отличие от акварели он в гуаше постоянно нужен нам поэтому его достала дальше небо видите она такое не серое не синее не фиолетовое поэтому здесь синий никакой не подойдет но можно схитрить не можно намешать цвет из тех которые есть я буду брать ультрамарин краплак красный и какой-нибудь охристый цвет нужно прям охру желтую взять охра золотистая нужно желтый просто взять и вот этих цветов будет достаточно для всего кроме ну в принципе можно и домики и намешать ну я наверно не буду заморачиваться я возьму потом коричневый готовы ура прямой эфир да я тоже рада я своих детей заняла их настроила что мне сегодня не мешаем я рисую в прямом эфире поэтому надеюсь что все получится нормально так ну чтобы кстати лист не ездил надо было мне еще и к планшету приковать беру самую большой кисть для работы с глаши вообще тряпочка первое дело я когда веду мастер-классы у деток в студии я всегда прихожу на мастер-классы с тряпочками нарываю им кусочки тряпочек кладу у каждого есть хбшка чтобы можно было вытирать лишнюю воду потому что в гуаши в отличие от акварели вода лишняя чаще всего не нужно так сразу открываю все чтобы у меня было но все равно стараюсь чтобы у меня гуашь долго открыто не стояла она подсыхает а когда она такого вот сметанообразного вида она не работа в работе легко легкое и приятное намешиваю на цвет небо я кисточку смочила тряпку убрала лишнюю влагу что будет вроде как бы и кисточкой сухой не очень возюкать но и влажная лишняя влага нам ни к чему беру ультрамарин можно кисточку помыть конечно кто такие чистюли но я могу и грязно залазить меня это не смущает так сюда же чуть-чуть красненькой даже чуть-чуть желтенькой но не сюда же прям ряда чтобы у меня тут все по соседству было так и белой ну вот в белую не люблю честно говоря залазить грязной кистью она белая часто нужна в белом таком чистом виде поэтому меня тут под рукой есть у меня кисти кстати отдельные для гуаши у меня тут их много потому что я беру когда к деткам студию прихожу вести уроки там приходится с ними делиться так как думаем мастихин хотел сказать что у меня всегда мастихин под рукой а вон он все вот у меня здесь еще всегда мастихин под рукой потому что доставать белую особенно гуашь не хочется грязной кистью и мыть каждый раз тоже не очень вот я прям так достала и вот сюда бухнула вообще можно прямо смешивать на самом деле на бумаге вниз не столь важно так и все и начинаю делать замес если мало воды то добавляю совсем по чуть-чуть ну гуашь она такая вообще добрый такой материал все прощающий если что-то под засохла можно добавить если много воды можно подождать и потом спокойно работать то есть она такая настолько в работе не требовательный отличие от акварели вот видите такой сыроватый цвет получился потому что небо такое синее тут темная но надо больше краски а мало маленький сильно замес делала вот и поэтому если дело чисто синее небо она будет скучным и ненастоящим и все начинаем сразу же вот так на листе все таки белого больше надо широкой кистью закрывать если тонкой кистью работать получится сильно много отдельных мазочков здесь все таки хочется чтобы было более такое целостное что-то небо неоднородное и поэтому я где-то сразу по ходу добавляют краснинки где-то наоборот сухо если сильно капельку совсем водички и начинаю дальше размазать нет не очень сегодня видно потому что у нас уже темно на улице я включила свет и мне блики идут не очень конечно хорошо это так вот сюда забыла сказать здесь у меня розовым наборе розовых нет можно сделать с красным конечно но я купила себе отдельно сейчас вам покажу я себе отдельно купила розовый видите как она легко размывается размазать почти как масло можно почти как масло так и вот сейчас я прервусь потом это можно размыть вот я говорю что она в работе прямо терпеливая вот я купила один такой вот тюбик это от низкой палитры мастер-класс карминовая потому что в наборе розовых нет а у меня розовый постоянно в ходу из-за для всех смесей все так темновато вижу сейчас отвлеклась поэтому беленькую добавляю и вот так вот внедряют в акварели уже такой вот фокус не пройдет уже если что-то мы там темного сделали ну все прощай светлота уже никак это не высветлишь а здесь пожалуйста могу сверху чуть-чуть тряпочка и расстряховать полусухой кистью так и ввожу сейчас сразу вот эту розовенькую сделаю белую подложку чтобы у меня было почему работать у меня гуашь золотая и белая заканчивается а хорошо что гуашь можно покупать поштучно я брала в леонардо мне муж брал у нас в городе это ничего конечно не продается такого в красноярском ездил и вот мне там покупал вот розовенькой чуть-чуть больше немножко можно в принципе взять и красную и вот так у делаю в полохе закатная чем хороша эта кисть плоская скошенная тем что можно работать и вот так поверхность и тоненькой совсем еще бы не гликовал мне свет было бы просто чудеснички полосы получились они не видно сидя вот так вот у меня подсыхает я расстряховываю смелыми движениями и получается наподобие чего-то такого закатного неба все и опять ухожу на синеву ультрамарин моя чуть он как он называется краплак красный я по привычке работаю быстро тороплюсь потому что настолько уже как варили за эти годы привыкла мне все кажется что надо бегом 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 все подсохнет и все и все пропало ну на самом деле нет в этом плане бумага и краска терпит что за бумага это гознак обычный гознак так сюда иду горизонта ближе темнинки сюда не хватает можно конечно разбеливать водой но знаю мне кажется вот по по ощущениям все таки ну гуашь гуашь лучше разбелить белилами они водой не знаю еще почему я брю не совсем ее поняла поэтому я не берусь вас учить какие работать я еще сама в поиске поэтому вот мне кажется что все таки лучше разбеливать белилами видите как я выровняла я кисточку намочила тряпочку отжала и вот такой полувлажный и расштриховала получилось все верхняя часть сейчас она кажется такой неровной но когда рамочка будет но если сильно неровная что-то сейчас я смотрю мне так прям можно еще поштриховать хотя пусть и не будут такие вот небесные всполохи так и ухожу теперь на низ подразмыть можно ничего никуда не засыхает навсегда вот так даже покрасила свою работу решила что белая рамка это скучно и низ внизу более холодный цвет поэтому я буду добавлять ультрамарин ну собственно также можно добавить вообще не заморачиваться можно ультрамарин смешать с каплей черные там с каплей желтые получится все ну кто легких путей не ищет смешиваю из трех основных просто больше добавляю вот этой вот охрочки и пропорции смотрю вот она получается более холодный цвет но если черные добавить и будет он вот вот такой прямо сразу ну скучновато наверное мне кажется полностью закрываю вот этот низ в принципе тут и градиент можно особо не пускать потому что потом поверху будет закрываться вот этой всей травой и вот эти вот пинди велости можно и сразу особых нет рекомендаций белого добавлю можно вот сразу на листе бумаги смешивать цвет поэтому наша вот эта краска она настолько терпеливая вот так вот это не сработает все это основа теперь можно здесь уже практически высохла можно не дождаться что высохла можно рисовать объекты которые будут поверх кисточку я это уже уберу сейчас немножко я буду помыть если есть вопрос можете сдавать я вроде как вижу не не очень конечно удобно но ведь не вижу машете всем машу тоже так теперь я буду пользоваться более маленькой ой-ой-ой воды капнула так вот вот это конечно когда вода попадает на гуашь не очень хорошо она потом либо вообще не трогать но она все равно потом вот здесь я тоже брызнула вот такими будет беленькими маленькими капельками то собственно как и на акварию воды потом не надо уже чтобы она попадала маленькую кисточку беру которая послужит для вот этих вот шапок дерево полукруглая здесь идеально будет но если хочется текст 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 ученый фокус его если хочется чтобы она прям такими какими-то веточками иголочками было можно взять в принципе кисти из щетины но я не буду это уже заморачиваться вот у меня есть такая полукруглая кисточка не полукруглая она плоская но с круглым сечением я ей буду работать цвета буду сначала от темного к светлому идти потому что у меня там темнота внизу а светлота поверх можно в общем-то сначала домики сделать что я даже не знаю как лучше наверное сделать начало деревья также точно кисточку намочила промокнула влажная но не мокрая и цвета не хочу намешивать давайте вам покажу как с черным делать так красный закрою розовый закрою остальные мне еще наверно понадобится так вот черные беру черную акварель ой акварель гуашь еще мозг не перестроился белую капельку черной и вот эту вот мою синюю синевато фиолетоватую эфир остановите остановите почему мне остановить эфир не буду останавливать я потом записи его выложу надеюсь что все получится и можно будет посмотреть и вот такой вот цвет какой-то можно еще чернинки добавить и сининки вот такой цвет в отличный он для веточек а для веточек для вот этих вот лап так вот здесь вот будет дерево и вот здесь будет дерево значит я по центру не хочется пускать вот здесь вот начиная с темного и вот такими движениями то есть тут посмотреть на референс у меня кстати открыт вам не показала вот он референс он у меня передо мной я на него смотрю вот и начинаю вырисовывать форму дерева потихонечку главное тут форма не какие-то веточки не какие-то там штришки не естественно никаких там листиков и и и гроздьев не рисую просто смотрю на всю форму в целом какое дерево имеет форму маленько сразу можно беленького добавить маленечко синенького а оставьте эфир да я его сохранить планирую по крайней мере если ничего не подведет инстаграм это все обновление я даже не успеваю за ними вот сегодня попробовала функцию анонсирования эфира очень указывал оказалось удобно мне кажется то есть получается такой пост с колокольчиком что во столько то будет эфир другой разговор что редко у меня планировать получается ну если вот если вот такая возможность выдается можно пользоваться так вот одна шапка дерево в основании можно даже сделать это у меня я работаю подсыхает она гуашь подсыхает на палитре значит чуть-чуть водички добавляю вымешиваю и продолжаю работать но если сильно жидко делать то первый слой тоже размажется и это не будет хорошо так сюда я потом пойду здесь тоже у нас намеки будут еще одно дерево она немножко другой формы видимо это тополь такой он как бы вот сюда стоит вверх смотрит своими веточками и выглядывает из края работы пусть он здесь будете в основании так вот это основание а сверху уже будет белые всплески чем вот просто гуашью работать тем что мы никак в акварели от светлого к темному идем а можно идти наоборот здесь я наоборот темноту задала а сверху будет белые белые вот эти вот снежные шапочки полусухую беру гуашь не надо воды можно прям кисточку взять игру даже щетину чтобы получились более естественные натуральные замороженные ветки можно подождать так помахать и чтобы она подсохла но нам быстро сохнет на самом деле вот так вот показываем шапочки махом сохнет куаш правда даже как-то непривычно но это видимо еще зависит от того какая температура в доме какая влажность доме сейчас топительный прибор работает и прям моментально только на кисточку набрала кисточка уже полусухая такими шапочками я делаю вот полусухие у меня прям мазочки они такие просвечивает даже фактура бумаги незначительная хотя у угла знаков у этого у классического фактура очень и очень маленькая малозаметная но она все равно нам помогает если рисовать на какой-нибудь гладкой бумаге мне кажется будет очень сложно поэтому лучше все-таки для гуаши пусть она будет там не супер-пупер качество как вот это самое дешевое гузнаковская но чтобы у нее была какая-то хоть фактура не пробовала на другой фактуре там например яичная скорлупа или холст или лен надо будет попробовать для интереса но я просто взяла этот лист целях что потом можно открытку маме грубо говоря подписать здесь будет надпись и этот лист он плотный его можно и повешать куда-нибудь как постер такой поэтому я взяла сегодня акварельную бумагу ну вот первая шапка ведь как все просто я обещала что будет просто вот она тоже пожалуйста очень просто если акварелью рисовали подложку то просто можно взять гуашь и поверх сделать то же самое гуашью то есть почему нет тогда еще более плавная получится небо более плавная заливка его может быть даже этой и и хорошо ну вот я решила вот в этом именно альбомчики рисовать только гуашью гуашь либо гуашь плюс акварель но акварель незначительное количество так ну вот все в общем то пока все чтобы деревья превратились деревья не хватает еще веточек вот этих всех но это я маленечко попозже сделаю домики а потом же перейду к низу домики рисую маленькой тоненькой кисточкой как собственной веточки это очень удобно потому что они такие совсем маленькие пусечки их надо аккуратненько рисовать я возьму готовый коричневый какой-нибудь вот есть например у меня марс коричневый темный тут я его возьму тоже начну с темного а продолжу светлым то есть сначала нарисую основание домиков а потом уже крыши их вот прямо из баночки беру если не хватает темноты буду добавлять с палитры или каких-нибудь черных может быть можно кстати чтобы он лучше сочетался домик с моим пейзажем основным добавить какие какой-нибудь синего из работы что кто кстати вот курс мой проходит сейчас как подбирать и смешивать цвета не знают эту фишку и я думаю они обязательно это сделают не возьму чистый коричневый цвет так вот здесь будет один домик крыша ему не вижу почти у меня отсвечивает лампы я вроде кольцевую включила она по идее не должна обликовать ну увы ах есть блики он уходит у нас в какую-то той же растительность намеки я это сделаю потом поэтому я сейчас рисую он у меня так обрывается нужно прям его оборвать можно чуть-чуть расштриховать и второй домик второй домик можно добавить чуть-чуть краплака красного все забываем название этой краски краплака красный у меня в акварели его нет поэтому наверное у меня забывается сделаю второй домик чуть-чуть покраснее основание его вот здесь пусть он будет а уже потом поверх сделаю крыши кисточкой вот этой работать удовольствие прям не ожидала ученическая серия синтетика вот такая номер один у нее деревянные не покрытая ничем ручка но рисовать ей прямо удовольствие настолько она тоненько управляемая прямо восторг делаю побольше вот этот домик повыше чуть-чуть так еще можно домик там деревушка какая-то намек еще на один домик пусть он будет вот там где-то здесь выглядывает за тополем тут намеки прям не прорисовываю ничего пока оставлю потом если что добавлю так возьму опять мою полукруглую кисточку и темнинки сделаю у основания горизонта вот этот коричневый какой-то еще синий все они вход идут что за кисти вот эти это я это кисти с алиэкспресса по секрету говоря потому что многие продают эти кисти даже в инстаграме многие продают эти кисти с дикими наценками а я все беру на алиэкспрессе но не все конечно но многие кисти мои соли так такой тоже заборчик не хочется но я потом сделаю еще белые сверху намеки и поэтому пусть будет пока так фактура такая растительности полусухой кистью тоже здорово работаете гуашью в разных ее консистенциях или она как сметана тогда мы спокойно покрываем или она уже полузасохшая тогда мы делаем такие вот какие-то полузаметные штришочки нормально в фокусе очень потому что свет уже не очень хороший так здесь тоже немножко сделаю сразу приближаясь к нам она увеличивается ну можно в общем-то делать этого тут в основном все беленьким надо будет проходить ученические как называются тонкие а вот не знаю кировские кисти это тоже у меня есть тут потолще и потоньше то есть вот те которые профессиональные они имеют ручку другую такую бордовую я вот акварелью рисую белка эко а эти они без названия просто написано синтетику на них и значок что это кировские кисточки так 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 все что есть на палитре все вход пусть там еще тоже намеки на какие-то может быть здание в общем фантазии зрителя подрисует и нам сильно не надо даже напрягаться все теперь я прорабатываю беленький и веточки дерева которые должны его сразу же оживить белым я рисую тоже вот этой тоненькой кисточку он у меня белый совсем засох поэтому я его вот так размываю коричневый пока не нужен и так вот крыши нет на них падает но не беру опять же чтобы меня прям куском гуашь была может показаться что вот ей надо дет нарисовать очень жирно не обязательно и не нравится что слишком белые поэтому я ввожу в нем сразу же какие-то синеватые оттенки белого снега особо то здесь и не будет поскольку ну поскольку это закатный свет и он окрашивает все на своем пути я могу какие-то вопросы пропускать поскольку могу сразу и то и другое делать поэтому если что потом спрашивайте когда я дорисую я посмотрю если есть так вот эта крыша тоже беленькая тут очень важно тоненькую кисточку использовать начало белая окончание такое уже сероватая так слишком что белая по моему получилось как тот ну в отличие от акварели это все можно исправить поверх хоть и зеленый нарисовать все будет нормально так дальше те домики которые прям вон там у них вообще еле еле-еле заметная крыша света такие прям очень разбавленные цвета синим разбавленные фиолетовым вот все что есть на палитре сейчас в ходу так ну что ну что вот здесь тоже какие-то что-то там есть что там есть там наверное растения я вот так вот могу рисовать торцом кисти если я не знаю что там растет рисую то что вижу как вы оформляете работу с гуашью под стекло или просто в рамку а никак не оформляю мне все работы гуашью все вот в этом альбомчике пока у них очень мало работ гуашью сейчас буквально пересчитать по пальцам к сожалению мне не хватает времени на все мне очень хочется рисовать гуашью и не работать и маслом и пастелью масляной но у меня не хватает к катастрофически на все сейчас времени особенно вот сейчас курс веду но мы уже заканчиваем первый поток поэтому я думаю у меня времени по по прибавится и я позволю себе рисовать и второй поток я уже возьму после нового года потому что вот вообще не хватает времени обратная связь это конечно классно но времени уходит море вот такие намеки я не знаю что там там скорее всего какие-то белые белые что-то там растет пусть вот будет для фантазии зрителя намек но не делаю это прям все очень предсказуемо что вот здесь пятно здесь 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 нет так чтобы у нас был простор для воображения а вы в школе работаете да я работаю в дистанционной школе для идти инвалидов на полставки веду там уроки дистанционно и ну и вот здесь работаю учителем рисовать также иногда веду по воскресеньям в студии для детей мастер-классы вот смотрите маленькая тоненькая кисточка она прям здесь но без нее вообще никуда такая работа ювелирная окошечки какие-то там еще пятнышки намеки намеки чтобы это домики были дома не темно вот для далее дома не темновато для далее что темновато не знаю у меня так будет так что еще но можно сразу сюда на белое пойти на я сначала сделаю вот эти вот веточки возьму возьму коричневый чуть-чуть так так вот сюда возьму черненький чуть-чуть я не как онлайн могу начать с радостью с чего начать с чего начать а смотря что хочется у меня есть youtube канал где море просто бесплатных мастер-классов по акварели если нет понимания как подбирать как работать с цвета пожалуйста цвета у меня есть курс наконец-то курс у меня появился сколько я к ним ушла очень долго очень долго писала спасибо моим педагогическим навыкам у меня вроде как получилось хорошо его структурировать я надеюсь что участницы останутся довольны вот можно ко мне на курс в январе наверное второй поток мы запустим так веточки тут очень тоже важно смотреть на натуру потому что рисовать так как нас учили где-то там в школе это не дело смотрим у каждого дерева они по-разному по-разному растут здесь у нас какой-то разлапистый может быть тополь может быть не знаю что там еще может и вообще у него там дуб растет но вряд ли скорее всего это что-то разряда тополя он такой красивый разлапистый ну помним конечно же что нижние стволики они будут потолще дальше они идут потоньше это по закону остальное законы тут не писаны потому что мы смотрим как как они по форме как они делают крону и не делаю все одним цветом смотрю какие идут более коричневые какие более от нас удалены поэтому я их делаю более светлые палитра не вся вмещается ну вот так прям разбеливаю цвет делаю водички побольше поскольку здесь прям надо тоненько-тоненько их прорисовать там идут как-то сюда цвет играет делаю кое-где потемнее кое-где потемнее кое-где потемнее вот таким образом даже у него там не один ствол по всему виду скорее всего а может быть где-то там он за травой соединяется но скорее всего это несколько деревьев потому что он настолько разлапистое и вот когда появляются веточки сразу появляется ощущение что ага действительно это не какая-то сток сена в ине а это дерево настоящее поэтому веточки здесь прорисовать не полностью они выглядывают из-под шапок вот этих снежных кое-где их просто необходимо основание у нас где-то еще наверное там за домиками может какая-то сирень куст сирени цветет цветет под снегом растет тоже их можно намекнуть это дерево более молодое у него более тонкие нежные ветви поэтому и рисую соответственно такими же тоненькими веточками вот у меня буквально в ходу видите малюсенькая вот такая вот ложится цвет и мне хватает кисть тонкая много кулаши сюда и не надо не перебарщиваю с ветками показываю намеком таким и все и больше не надо может быть где-то еще там какой-то домик мерещится можно его показать может еще что-то там быть такое у домика что-то затемнить сюда уже все солнца нет уже все такое темное больше ничего не трогаю все теперь это я пока оставлю посмотрю может надо будет еще что-нибудь добавить теперь вот и в этом на этом плане попробую вот эту детскую взять кисточку тоже ее намочу Оля какая нежность спасибо огромное мне очень Лена это ты привет приятно тебя видеть спасибо вот эту вот заиндивелость но не чистым белым опять же нам понадобятся цвета из палитры поэтому вот она не мытая и это классно я беру мало тут совсем у меня и кисточка сильно вот кисточка видите воды много я сразу ее убрала я возьму еще беленького и вот такой сероватый цвет белого уже не может быть если где-то там что-то попало на деревья ну повезло им потому что уже некуда в аппарате он тоже сидел такой морозный вечер и вот такой тоже надо стараться тут чтобы она подсохла чтобы она быстрее подсохла сделайте такими штришками дальше у нас от нас вдалеке очень малюсенькие пятнышки светлые чем ближе сюда к нам тем травинки уже вот они видите я даже прорисовывала их такие прям шапочками ну и пальцем можно подразмазать как только кисть чувствую что начала подсыхать работаю более смело у меня такие будут уже сухие отпечатки ничего рисовать самой не надо вот она кисть немножко сама так разъерошилась если есть такое слово и сама рисует мне намек на заиндивелую траву не заборчиком а тоже я кистью управляю чуть-чуть вбок чуть-чуть вправо чуть-чуть влево и не белым не чисто белым то если белым я здесь сделаю что будет неестественно беленький и на палитре его смешиваю с моими сероватыми оттенками потом еще внедрю тепленьких потому что на мой взгляд не хватает теплоты в этой работе и поэтому я решила потом мухристых добавить которые в небе у меня были те добавлю сюда так вот совсем сухо стало поэтому чуть-чуть воды ой эта кисть конечно длинная сюда не подходит она сразу раз вон у меня воды сколько сразу на кисточку выбрала в себя надо что-то здесь более с коротким ворсом а вот кстати теплота у меня здесь охра попалась можно ее сразу и внедрить так потом побольше охры просто возьму сейчас ее здесь маловато и чем ближе сюда тем мы уже делаем более смелые такие намеки на травинке мне кажется такая вот техника с гуашевым мне кажется справится ну любой главное попробовать и не бояться если что-то как-то не так получилось во первых гуаши это легко исправить ну и все и будет сразу работа которая понравится самому не ругать себя в любом случае вот если есть вопросы сейчас я уже заканчиваю то могу на них ответить сложные такие стиль я ее взяла надо было взять что-то более вот этой вот штучка короткой весом длинная я макаю краешком воду а у меня сразу она вбирает в себя очень много воды и приходится как-то с этим бороться уберу я эту кисть и возьму все-таки тонкую которую я вот рисовала и можно уже на переднем плане какие-то травинки дофантазировать там на фотореференции их почти нет а можно и маленькие тоненькие прорисовывать но мне кажется это очень муторно и я этим заниматься не хочу а вот намеки на более такие высокие какие-то загибулистые травиночки можно сделать шапки может быть какие-то точечки потому что у нас когда снег ложится на сухостой у нас получается очень такая живописная полянка со снежными шапками вот их собственно можно тоже показать ну и даем себе не себе а даем гуаши как и акварели по акварели это чаще всего мы даем волю случайностям так и в общем то в гуаши чтобы не было скучного предсказуемого сюжета пусть рука дрогнет и сама нарисует что-нибудь такое что оформит в готовый объект уже фантазии зрителя вот у меня дрогнула рука очень сильно получилось что-то очень большое такое тут какая нежная красотища ой алиса привет рада тебя очень видеть алиса так часто выходит в прямые эфиры рисует такую красоту не столько мастер-классов что я восхищаюсь а я настолько редко выхожу в эфир что мне даже стыдно так что алиса ты просто умница вот можно чисто белыми и охристами сейчас я еще добавлю тоже не переборщить сильно уж чтобы у нас передний план не перетягивал на себя внимание охру беру которую я уже использовал вот я и чуть-чуть испачкал но ничего страшного потом можно это все убрать беру охру вот мои какие-то цвета тут чтобы не было чистой охры такой вот и немножечко внедряю кое-где сухостой из травы он все-таки пробивается и кое-где намек на него просится взгляду хочется зацепиться за теплинку очень холодная работа почти без теплых оттенков все в холодной гамме закатной поэтому немножечко совсем охры можно ее разбавить водой чтобы она не была прям слишком такими читаемыми всплесками совсем капельку и главное чтобы она не была в чистом виде иначе она сюда вообще не впишется и все мне кажется больше сюда давайте теплинку в окна добавлю может там свет уже включен и больше мне кажется ничего не надо делать так если есть вопросы жду я себе подготовила для для гуаши еще один сюжет подготовила хочу его тоже нарисовать он такой симпатичный и гуаши будет очень мне кажется просто и легко все комментарии даже пролистать не могу то сделать на секунду увеличила все так вот поэтому если есть вопросы пожалуйста давайте сейчас я сниму скотч но сразу скажу что вот с этой работы с этого знака скотч снимается не очень хорошо его приходится нагревать феном кое-где вот он прямо у меня такими видите кусками отваливался надеюсь что вот с этой бумаги будет лучше но это изнанкой акварельной бумаги не знаю как она себя поведет но как только скотч сниму сразу будет красивее рисую в пермишку акварелью гуаши это здорово я тоже часто так решу теперь сейчас секундочку одену телефон так так ну давайте сниму сейчас не знаю как он себя поведет вообще надо конечно дать просохнуть гуаши потому что какая-никакая там вода присутствовала и бумага может деформироваться травмироваться от скотча когда мы будем снимать лучше если есть возможность подождать и сделать это попозже либо нагреть феном а потом уже снять очень нежно и красиво у нас чаще утро в таких тонах ну да кстати может это и утро на самом деле зимняя холодная такая так снимаю пока вроде снимается да смотрите-ка снимается это изнанка работ изнанка бумаги акварельной пау рубинс торшон она недорогая но для акварели она мне совершенно не подошла на ней почему-то очень плохо акварель растекается в отличие от пау рубинс среднее зерно да феном подсказывает посушить да я в курсе поэтому и говорю что если есть возможность лучше подождать просыхание либо феном сушим греем и сразу снимаем так вот этот пау рубинс в отличие от среднего зерна он для акварели вообще не подошел и вот он теперь мне подошел для гуаши поэтому можно из него шить например скетчбук или так вот рисовать на отдельных листах он хорошей плотности 300 грамм и посмотрите прекрасно снимается скотч даже ничего не надо сушить и греть нигде не выгрыз ничего и вот такой ровненький ровненькая рамочка получилась сразу работа кажется более такой аккуратной более нарядной и готовой идти в свет ну я на самом деле я вот здесь вот напишу пожелание новогодние немножко ляпнула ну ладно и у меня будет такая вот открытка новогодняя мама любит мои работы я вот ей подпишу такую открытку вот бумага видите с этой стороны акварельная фактурная а с этой стороны она абсолютно была ровная ну что ж спасибо вам большое за сегодняшнюю компанию у нас сегодня много собралось вот что значит хотя бы за час объявила что будет эфир надо мне исправляться спасибо большое за все комментарии за все сердечки комплименты я постараюсь сохранить эфир и выходить в эфир почаще поэтому все до новых встреч всем пока пока и хорошего дня до новых встреч до новых встреч до новых встреч